Привет! Доброе утречко! Всем привет! Ой, кофе-кофе не прозевать бы. Мне так нравится, как оно смешивается красиво. Вот капучино бабули делаю. Так, будем завтракать. Пожарила яйца. Сегодня вроде солнышком, стекло надо помыть. Кстати, кто спрашивал про нашего папу, никуда он не делся. Он уезжает утром, часов в одиннадцать на работу, приезжает в одиннадцать ночи. Хлебушек нарезала. Вот он уже собирается на работу. Ты где был? Опять кушать тебе надо, да? Ха-ха-ха. 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 Сейчас-то жарко, а вечером-то холодно уже. Ты думаешь, ты выбежишь на улицу? Нет, уходи. Уходи давай, уходи. Уходи, уходи, уходи. Что ты не ехал без фонарика? Он уже ночью ехать. Можно газон подстришь сегодня? Чао. Пока. Ты где измазал морду? Ты где лазил уже? Уже где-то лазил. Уже что-то доставал. Илюш. Приятного аппетита. Я совсем забыла, что сегодня Маргарита не придет в обед. Она сегодня будет готовить в школе. Она в пять приедет, да? До пяти она? Нет? До четырех. Пятница. Нет, школы нет завтра. В пятницу она вот с утра с 7.30 и до 4.10. В 4.10 у нее закончится. Сейчас они готовят, у них урок кулинарии. Они для себя готовят обед, потом покушают и дальше будут учиться. Вот готовят. В прошлый раз, это по-моему раз в две недели, да, у них? В прошлый раз она готовила салат, потом другие готовили типа лазаньи, что ли. Что-то такое. Ну, он говорит, вроде ничего, вкусно получилось, пообедали они. Так что мы втроем сегодня. В четвером вместе. Я уже покушала с бабушкой. Мы поздно сегодня позавтракали, поэтому я кушать не хочу. У тебя до скольки сегодня? Так, до четырех. У Макса сегодня нет в обед школы? Нет, у Каролины тоже нет, только у Ксюши. А теперь Филька в комнате, да, он спит. Он спит, спит, спит. Зимой отдохнешь, зимой только будешь на автобусе ездить. Уже не поездишь на велосипеде. Время? Время 12.57. Давай, пока. Я немножко покощаюсь на качельке. Нету паучков? Давай осторожно. Время 12.58. Наверное, я чуть позже подстригу газон. Сейчас еще все обедают, поэтому я не буду шуметь. Сегодня будем собирать чемодан. По списку посмотрим, что не хватает. Если что, докупить завтра, в субботу. Потому что воскресенье у нас все закрыто. И в понедельник я ее повезу. Если папа наш работает с утра, то тогда я ее повезу. Потому что ей в школе нужно быть, по-моему, в десяти часам. Кто еще не знает, Маргарита в лагерь едет со школой, со своим классом. Вся восьмая параллель едет. Почему они не ездили летом в лагерь? Потому что летние каникулы, они вообще рассчитаны на отдых с семьей. Родители для этого берут отпуск. И они собираются, куда-то уезжают. Школа эти дни не забирает. Обычно это только для семьи. Поэтому летние каникулы закончились. Вот она проучилась две недели и едет в лагерь. В понедельник она уезжает и в пятницу должна будет приехать. Она думала, что она до воскресенья там будет. Оказывается, нет, в пятницу они возвращаются. В понедельник, если папа работает с утра, значит, я ее повезу. Если нет, то повезем вместе с папой. Она мне сказала, что ей нужны тапочки, сменная обувь, в которой будут ходить внутри помещения. Как она рассказывала, что там будут домики. Один домик на восемь человек. Как раз в ее классе восемь девочек. Все эти девочки будут вместе. Вот каждый домик на восемь человек. Там кровать, постельное белье, все есть. Телефон с собой брать можно. В позапрошлом году ездили они в лагерь с Ксюшей тоже со школы. Телефоны не брали. В этот раз можно. На ночь будут забирать, а днем они будут с телефонами. Поэтому она нам будет писать, звонить, не знаю. Интернет у нее есть. А? Не знаю, когда тебе скажут. Долго. Насчет того, что если она сможет там что-то заснять, я не знаю, если у нее получится. Она мне сказала, что программа у них будет. Мама, напиши, пожалуйста, Данила. Сейчас у меня телефона нет. Так, поехали они на прогулку. Давайте осторожно через дорогу. Через зебру. Да, цепь. Цепь слетела. Подожди, я сделаю. Программа у них будет очень активная. Они будут куда-то ходить, в походы, чем-то постоянно заниматься. В общем, такой спортивный лагерь. Поэтому посмотрим. Может быть она нам что-нибудь заснимет интересное, если получится у нее. Филька. Филя, у тебя уже корм заканчивается, между прочим. Когда я последний раз ему покупала? По-моему, три месяца назад почти. Спустя три месяца. Я ему даю три раза в день. По столечку я ему даю три раза в день. Вернулся Макс, раненый. Он на эту руку уже третий раз падает. Именно на одно и то же место. На роликах катался. Опять упал на ту же руку. Все нормально. Заживет до свадьбы. Понял? Нужно стричь газон. Я хочу хотя бы вот эту вот часть срезать. Собрала лежаки. Наверное, их уже вообще нужно спрятать. Потому что не сезон. Сезон закончился. Они нам не нужны. Я траву всегда кашу вот в этих вот кроссовках. Потому что они уже старые. В принципе, я в них никуда не хожу. Поэтому специальной обуви у меня нет. Тут все потресканное. Подошва потрескалась. Поэтому мне их не жалко. О, и. О, и. О, и. Все, свою половинку я подстригла. Марвоша пришла, нам покушать принесла, посмотрим, что... Это вот это все? Там еще, мам! Все? Что, вкусно? Так, это спагетти, а это соус, да? Это в школе она готовила, Каролина. В школе готовила. Ты на чем, на автобусе приехала? Вот они, макарошки, Маргариты, то есть не макарошки. Попробуй? Попробуй. А ничего, так вкусно. Соус интересный. Такой запах и вкус странный. Я не знаю, что там не добавляли, но я такое чувствую. Я еще добавила остренького. Дождик собирается. Нет, иди в другой. В другой. А бабушка знает, что он здесь? Бабушка там дома. Тебе нужно каждый день по 30 минут читать. Что? Книжку твою. Неси книжечку, давай почитаем. Я острое добавил. Это Маргоша добавил. Острое? Каролина любит острое. Попробуй. Попрошайка пришла ко мне. Ты такой не ешь, Филь. Забрала у меня спагетти. Деловая. Вкусно. Бельбина и миша черный. На русском, пожалуйста. А где? Где? Где моя футболка? Моя футболка. Моя футболка черная и белая. Бельбина. У тебя разве была белая? Да. Белая толстовка? Да. Но она еще в подвале. Я же убрала все теплые вещи. Белая футболка там у тебя. Смотри, где футболки все лежат. Ну что, начнем мы, наверное, потихонечку собирать чемодан. Реснички. А, вот их отрезала. Маргуша купила ресницы. Я думала, ты полностью будешь клеить. А ты кусочками. Вот это вот. А, слишком длинные были? Или вот это можно взять. Да, вот это. Нет, волосы нельзя. Волосы нельзя этим мыть. Это гель для душа. То есть не гель, а душ-шаум. Ну вот это можно взять, пенку. Чем мыться. Только шампунь, да, нужен? Да. И вот эту сумочку она с собой возьмет в салон. Туда, наверное, покушать. Все, что ей нужно в дорогах. Написано спальный мешок, но он ей не нужен. Потому что там у них все будет уже. И подушка, и все эти... Постельное белье все будет. Помадку, тушь, расческа для ресниц. Помада. Ну вот. Взяла? А, все. Там, может быть, палочки, может быть, спонжики. Понадобятся спонжики и палочки. Мама! Почему не можешь взять? Духи? Да, вот так. Можно просто. Просто затолкаешь. Ты приготовила вещи взять? Угу. Вот столько. Ты что, на месяц едешь, что ли? Много, немного. Там холодно будет. Ну, прохладно. Ты возьми шортики. Шортики возьмешь? Да. Если вдруг тепло будет. Ну там первый день погода хорошая, а все остальные дни будет дуртик. Хотя бы, допустим, если ты будешь на каждый день разные футболки менять. Три. Четыре. Угу. 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 Это ночью, если мне будет холодно. А спать? Ну вот. В кофте? Либо вот в этих. Если будет тепло, да? В этих. Еще джоггеры возьми. Сколько ты взяла? Джоггеров два? Джинсы. Джинсы две штуки, джоггеры две штуки, шорты две штуки. Смой, дядя. Смой, дядя. Полотенце. Может быть еще маленькое тебе дать для умывания? Так, вот ей маленькое полотенце, чтобы умываться. А это душ принимать. Ти-на-ти. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть пар хватит? Тут даже вот такие тепленькие, можешь с ними спать там или, не знаю, в комнате сидеть. Хорошо? Угу. Они более такие толстенькие. Это... Есть у тебя маркеры? Так вот обводи полностью. Что? Что есть? Это есть. О! О! Это есть. У вас же там, наверное, спортзал будет? Либо вы... Я думаю, я купальник не буду с собой брать. Вам что сказали? Не будете купаться? Нет. Значит, не бери. Там внутри нет бассейна, да, нигде? Нет. Тогда не бери. Зачем брать? Да. Написано? Так, значит, нужен пенал с ручками, с карандашами. Не знаю, зачем. Так, это у нее тоже с косметикой, здесь расческа, духи, все такое. Вот еще одна. Еще одна. Поместится? Да. Мне тоже нужно подумать, что не берешь все реально. Трубочкой, трубочкой. Все, трубочкой заворачиваем. Трубочкой, 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 В принципе, все поместилось, ей сюда осталось положить еще обувь, именно для походов, докупить шампунь и зубную пасту, и нужно домашние тапочки, какие-нибудь там шлепки, чтобы ходить в помещении в тапочках. Вот так, в принципе, все поместилось. Все, осталось сейчас пойти в подвал, найти обувь для похода. Дождевик. Точно в шкафу нет? Нет. Все, я нашла куртку, она ее брала в прошлый раз в лагерь. Дождевик. Чемодан. Мы в подвал на лифте едем. Что-то в глаз попало, не трогай. И-и-и-и. Они были здесь всегда. Скорее всего, убрали. Свет выключаем. Закрываем. Нашли ему башмаки, но, по-моему, они будут промокать. Вот на этом отходит? Да. А здесь вот отходит подошва. Знаешь, сколько им лет уже? Я тебе сейчас скажу, сколько им лет. Им уже около десяти лет. Вот мы так поднимаемся. Да, у нас, кстати, этот гараж, стоянка, здесь подвал. И вот мы почему по лестнице поднимаемся. Мы живем на первом этаже и спускаемся в подвал. И вот здесь вот наша квартира. Вот это первый этаж. А мы снизу подвал. Под землей, в общем. Ой. Что? Чуть по камере не попало. Тренируешься? Давай. 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 Добавляю. Сильнее? Ой. Уху-ху-ху-ху. Мама. А ты там еще? Смотрите. Давай двумя сразу. Ой. Ой. Ну ты даешь, Каролина. Мы с Ксушей будем играть. Кубик Рубик. Кто первый соберет? Нет, я думаю, быстро. И я сделаю так. Раз, два, три. Так, как так? Ксюша, ты как так быстро? Я не успела. Вот я собрала только. Раз, два, три, четыре, пять. Пять штучек, она все собрала. Раз, два, три. Все вроде правильно. Да, все правильно. Я вырвела. Один-один. Все, встану. Раз, два, три. Не успела. Все синее, ничего не видно. Во, все. Давайте. Немножко надо убавить, а то ярко светит. Все? Спокойной ночи. И фокуса нет. Да, скоро папа приедет. Вот, завтра поедем в магазин. Нужно докупить то, что ей не хватает. И все. Всем пока. До следующего влога.